ПЕСНЯ Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, в сегодняшнем апостольском чтении, в послании к Оринфянам, апостол Павел учит нас тому, что наш долг не себе угождать. А служить Господу и Спасителю. Это достаточно радикальные слова. Потому что если каждый из нас проанализирует свою жизнь, свое целеполагание, ради чего живем, зачем работаем, зарплату получаем, зачем вообще строим дома, зачем обзаводимся семьей и так далее, то за многими, может быть, красивыми словами всегда будет обнаруживаться личная заинтересованность и желание человека. Человек хочет жить лучше. Это его право. И этому посвящаются большая часть нашего времени. работа, ответственность. Все это требует, конечно, большего внимания, чем только внимания к самому себе. Но без внимания к самому себе и остального не получается часто. Потому что мало кто готов пренебречь своими возможностями, правами, желаниями, устремлениями, весьма часто благородными, с тем, чтобы время и здоровье и силы посвятить другим, а не самому себе. Вот этот призыв апостола, о котором я только что сказал, он как бы идет против логики человеческой жизни. Ну как можно, вот, не жить для самого себя? И, наверное, не хватило бы только апостольских слов, чтобы этот призыв реально осуществлялся на протяжении всей христианской истории. Причем иногда сопровождалось исполнение этой заповеди не просто самоотречением, а положением жизни своей, мученичеством, исповедничеством. Когда не просто люди отказывались от благополучной жизни, но когда ставили под угрозу саму свою жизнь или помещали себя, ограничиваясь своей возможности, желания плоти, в такие сложные условия, которые требовали невероятных усилий, не просто для того, чтобы самого себя победить, но даже выжить. И вот подвижничество на Соловках именно связано с таким особенным подвигом. Это сейчас мы сюда прилетаем на более-менее комфортабельных воздушных судах или приплываем по морю. Вот, мало чем рискуем, останавливаемся в гостиницах, и слава Богу, что так, ничем, собственно говоря, себя не утруждая, особенно и не ограничивая. Но ведь те, кому мы сегодня прибегаем в обители и поклоняемся чьим останкам они-то шли навстречу неведомому в самый то, что ни на есть, медвежий уголок. Неизвестно, что их ждало, помимо тяжелого климата. И святые угодники совершили этот замечательный духовный подвиг. И они показали всем нам, что есть, конечно, цели и задачи, они могут быть, по большому счету должны быть у каждого, которые могут потребовать не просто восьмичасового рабочего дня, не просто, может быть, отказа от каких-то более комфортных условиях на менее комфортные условия, меняя свою жизнь. Но иногда от человека может потребоваться самое дорогое, его жизнь. И мы знаем, что это особенно актуально тогда, когда речь идет о защите Родины. Вот и сегодня мы здесь с вами, вот в таких условиях, о которых я сказал, а там, где идет вооруженное столкновение с противниками России, я бы сказал, с глобальными противниками России, там ведь погибают наши братья и сестры. И мы не должны забывать о них. мы должны просить у Господа помощи для них в наших молитвах. И чем можем, должны помогать. Я благодарю всех, в том числе и молодежь, которые здесь, кстати, сегодня присутствуют, за то, что они осуществляют вот такие конвои в те самые места, о которых я сейчас сказал, привозя многое необходимое для наших военнослужащих и для страждущих мирян. Вот такая солидарность, она ведь очень необходима не только для тех, кому мы обращаем свою милость, для нас она необходима, она ведь возвышает душу. Она действительно помогает нам самим, может быть, многое пересмотреть в своей жизни и устремиться к тому, что в этой жизни является самым главным. А самым главным является спасение души, потому что тело истлеет в могиле, а душа будет бессмертна. И вот для того, чтобы это бессмертие души имело радость общения с Богом, мы здесь должны делать многие добрые дела. И опять-таки скажу, не как там пятый или десятый пункт нашей повестки дня, а как первочередные задачи. Потому что если не делаем добрых дел, то, по слову Божию, мы можем иметь звенящий, кем вал брецающий. То есть пустота. И никакие достижения наши в каких-то глобальных и возвышенных сферах, которые не сопровождаются совершением добрых дел, не имеют ценности в глазах Божьих. Вот посещая Соловки, особенно понимаешь, как это было важно, когда здесь устанавливалась монашеская жизнь. Ведь как много людей посещали эти места, оказывали поддержку инокам, и действительно во многом способствовали не просто укоренению здесь монашеской жизни, но созданию дивного совершенно места. Соловецкий архипелаг, Соловецкая обитель, это то, что соединило божественное творение с удивительным творением человеческих рук и создало удивительно гармоничное, исполненное красоты и духовной силы явление. Вот так им является сегодня Соловецкая обитель. И каждый, конечно, кто сюда притекает с молитвой, во многом должен подумать о своей жизни, о своих приоритетах жизненных, о том, так ли все правильно идет, отрешиться от того, что правильность должна непременно сопровождаться каким-то особенным карьерным ростом или материальным обогащением, потому что для Бога это ничто, абсолютно это здесь роль играет. А Господь нас будет спрашивать не за то, какое мы место занимали в обществе или какова была наша карьера. Он будет спрашивать о чем-то другом, о том, что каждый из нас знает. И вот для того, чтобы там иметь благоприятный ответ, мы здесь должны воспитывать самих себя, свою душу, свое мировоззрение. Наполняя его любовью, любовью к родине, любовью к семье своей, любовью к ближним и дальним, и особенно заботой о тех, кто в нашей любви и заботе нуждается, о больных, об инвалидах, о слабых людях, о сиротах. Вот этим всегда ведь была сильна наша страна. И сегодня, по милости Божией, возрождаются все эти служения, милосердия, как в самой церкви, так и с большим привлечением небезразличных, совестливых людей, желающих действительно, в том числе и своими материальными возможностями, сделать благо для нуждающихся и для ближних своих. Еще раз обращаясь к вам, мои дорогие братья, насельники сей обители, хочу сказать, что, конечно, жизнь на Соловках отличается, допустим, от жизни на Новом Афоне, на берегу Черного моря, но это только климатически. А духовная жизнь на Соловках очень богатая. Если кто-то не чувствует этого духовного богатства, то это не потому, что его нет, а потому, что, может быть, внутри что-то такое, что заслоняет духовное зрение, чтобы увидеть это. Но знаю, что тысячи людей приезжают на Соловки, чтобы помолиться, именно потому, что они видят эту духовную красоту и чувствуют присутствие божественной благодати. Еще раз обращаясь к монашествующим обители сей, хочу сказать о вашей совершенно особой ответственности за паломников. Помните, еще раз подчеркиваю, это не какое-то дополнение к вашим иноческим послушаниям, а это приоритетная работа, приоритетное служение. Потому что от соприкосновения вашего с другими людьми может во многом зависеть их будущее духовное развитие или отсутствие такового. Поэтому всякий раз спрашивайте самих себя, а что я еще не сделал того, что должен сделать? Может быть, я чего-то не прочитал, что непременно должен был прочитать? Может, мои проповеди становятся такими шаблонными, повторяют одни и те же мысли? Может быть, в ответ на вопрошение паломников мне не хватает мудрости на что-то ответить? Вот для того, чтобы восполнить какие-то возможные и свойственные человеку моменты забвения, очень важно нам действительно обновлять наше призвание через чтение Священного Писания, святотеческих творений и, конечно, через личный, живой, искренний опыт молитвы. Потому что ведь в молитве обновляются все наши религиозные чувства. Потому что молитва – это и есть сила, создающая в том числе и религиозные чувства. Потому что само слово «религия» ведь и означает связь, связь человека с Богом, а связь эта осуществляется через молитву. Вот будем просить Господа, чтобы обитель сия продолжал оставаться местом духовных подвигов, местом особенно горячей молитвы, как я уже сказал, и за Родину, и за воинство, и за народ наш, за монашествующих, где пребывающих, и, конечно, за самих себя. Пусть это место никогда не оскудевает силой молитвы. Пусть никогда не становится слабее огонек того духовного подвига, который приняли на себя монашествующие. Потому что от этой духовной энергии, которая здесь присутствует, еще раз хочу сказать, во многом зависит и духовное состояние паломников, а в каком-то смысле, поскольку молитесь вы и за весь наш народ, и о всех, и за вся, то и благополучие Отечества нашего. Молитвами святых соловецких угодников да хранит Господь место сие, да хранит Он братью в мире, в любви, в единомыслии, в чистоте, в способности постоянно задумываясь о своем собственном духовном состоянии и подвергая его критическому анализу, устремляться вперед и вверх, как я часто об этом говорю, у монашествующих особенно должна быть ярко выражена эта возвышающая их динамика духовного развития. Ну и завершая свои слова, хотел бы пожелать всем и вам, мои дорогие братья, владыкам преосвященным, представителям власти, всему нашему народу в лице паломников, крепкой веры, любви к Богу и к Отечеству и способности творить добрые дела по завету святых угодников. Аминь. С праздником поздравляю вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова